Книга «Открытым окон», 23 том, вопрос 3517, тема литературы. Если вы говорите, что в русской литературе нет настоящего героя, кому можно было бы всецело подражать, то выходит, что и экранизация по мотивам всех произведений нынешних и прошлых лет и веков бесполезна? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если вам тяжело это слушать, то докажите обратное сейчас же. Я говорил, что есть хорошее высказывание у Зосимы из братьев Карамазовых, у Федора Михайловича Ростоевского. Но только высказывание. А как герой, какой же он герой и как ему подражать? Если он полновесный монах, подражание может быть по параметрам, установленным Вселенским апостолом любви Павлом, любви ко Христу и к людям. Евреям 13. Вот и назовите хотя бы одного героя литературных произведений эпохи наибольшего расцвета в искусстве не только в России, но и во всем мире. Гончарова, Тургенева, Некрасова и прочие описывали то, что видели. Не говорю о совершенных слепцах, как Добролюбов, Белинский, Чернышевский и им подобных. Есть экранизации по произведениям Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Лескова, Толстого и других. Из кого же вы могли бы писать образ для подражания? Обольщение всей жизни, борьба за утверждение тщеславия, увлеченность плотскими вожделениями, похоть, жадность, тупость и глупость волнами шли. Осия 4.2 Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием ни одной и ни одного евангельского образа, пока не начали за рубежом экранизировать библейские сюжеты. 1 Коринфянам 4.16 Если бы Россия не вела войны, то сразу же исчезли бы все книги про эти войны, а значит, больше половины героев, в кавычках, сгинули бы и всплыли, а бродец для подражания всем народам и на все времена – Христос и Иисус. 2 Коринфянам 3.18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 5 Коринфянам 5.1 «И так подражайте Богу, как чадо возлюбленным». Опять же, если человек читает и следует Библию, и живет по ней, ему по сердцу будет то, что говорится здесь. 2 Тимофею 2.8 «Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благодетствованию моему». Филипийцам 3.17 «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». «Стучавшийся к знакомым и родным». «Вызжена среда». «На мясокомбинат к ушам подвесил дырки. Стучащему отворю, учтем. Лежащий камень заложить прощу, куда бы ни отправился, всегда вдвоем. На трудности крепясь не возропщу, от ненаученности будет только вред. «О, Дух Святой, Утешитель, учи! Уроки Библии не пропущу я впредь». Как неисцельное успешно излечить. «На жизнь степенности святым не занимать. Не зря почеткам тысячи поклонов, да не застанет нас врасплох зима. Им выбор предлежал, предлежал и неусловно. Расслышав стук с постели, не замедлив, испачкать ноги, вымытые чисто. Зерно литое нагибает стебли, а значит, жатва где-то рядом, близко». 4 сентября 2007 год. Игнатий Влад.